Каждый вернисаж в Центре дополнительного образования детей и молодежи проходит по разному сценарию, общим остается одно – внимательное отношение к воспитанникам и их способностям. Маленькие достижения детей становятся поводом для большой радости учителей и родителей. У нас занимается больше трех тысяч детей. Мы не знаем, что с ними будет в будущем, но то, что педагоги вкладывают душу, любовь, свои знания в этих детей, и на выходе мы получаем такие результаты, это многого стоит. Героиня выставки «Ритмы ярких красок» Елена Олешкевич, а представила ее гостям руководитель студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Радуга» Анжелика Казмян. Девичья компания, собравшись вместе и подумав, решила сразить всех на повал буйством цвета и весьма своеобразной экспрессией. Эвелина с гордостью презентовала зрителям свои картины. Я начала рисовать в из-за студии «Радуга» с четвертого класса. Я люблю рисовать гуашь, и вообще люблю рисовать брест, горбрест. А в какой стиле, в какой технике пишешь? Живопись, люблю рисовать натюрморты. У меня вот так называют родители и моя ученица Анжелика Антоновна. Когда я иду по советской, я обращаю внимание на фонари, на цветы, как себя ведут люди. И это находит мое отражение в картинах. Очень трудолюбивая, усидчивая, целеустремленная. И это, наверное, главное в творчестве. Настойчивость в ее характере. Но потом все прикладывается одно за другим. Ну творчество это тоже главное. Да, ну творчество, да, естественно. Она очень полюбила, в какой-то вот произошел щелчок, и очень полюбила рисовать гуашевыми красками. А потом, чем она еще меня сразила, это то, что она невероятно смешивала цвета, порой несочетаемые. Фиолетовый с зеленым могла смешать, желтый с коричневым и так далее. И поэтому ее работы такие какие-то немножко оригинальные, оригинальное видение. Эта выставка первая для Эвелины. Работы ее получились яркими, сочными, по-детски непосредственными и по-взрослому своеобразными. Я, папа и Стас, мы поздравляем тебя с открытием твоей первой выставки. Выставка, а тем более первая выставка, это волнительное и непростое мероприятие. Но вместе с тем это новый шаг в развитии. Пусть эта первая выставка станет началом череды увлекательных мероприятий, которые откроют новые грани твоего творчества. Тематика представленных работ разнообразная. Природа, любимые животные, натюрморты, детский выбор никто не ограничивал. Порядка 20 работ представлено на выставке «Ритмы ярких красок». Все они показывают, что у автора есть потенциал, есть талант, а еще есть желание творить, которое сочетается с неуемной фантазией и детским любопытством. «Открытость, открытость миру, незажатость, порыв ветра вперед меня несет, и я несусь на паруснике, как у нас, как на нашей картине». «Каким вы видите будущее этой девочки? Ну вот так вот. «Сложно, конечно, сказать на сегодняшний день, но я знаю точно, рисовать она будет для себя, для общества, для родных, это выборы будут за ней». «Эвелина у нас умница, она уже несколько лет занимается, у нее замечательный педагог, у нее великолепная семья, мы знаем, что все идет из семьи. Главное, чтобы родители взяли и привели, и отдали в руки хорошему педагогу, а он сделает конфетку. Международный, конечно, диплом в этом году «По что, копай?». Это очень значимый конкурс, а вообще Анжелика Антоновна, ее руководитель, она поощряет и отправляет работы ребят на все конкурсы, их очень много, и республиканские, областные, международные, и детям приятно, и родителям стимул, и детям стимул, и уважение, почет руководителя». «В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить. Возможность у воспитанников Центра дополнительного образования детей и молодежи засветить ярко и своеобразно, несомненно, есть, а помогают им это сделать их учителя».